друзья обязательно послушайте вступление сюжет который вы сейчас увидите он просто не оставит вас равнодушными когда я читаю ваши комментарии зачастую натыкаюсь на одну и ту же мысль что вот вы снимаете только в москве москва это столица мегаполис почему вы не едете по регионам развивать нужны регионы и мне поступило предложение мне поступило приглашение приехать в один из регионов показать одну интересную вещь я вам честно скажу поначалу когда я мельком прочитал я подумал ну как то это не интересно скучно потом мне объяснили что дмитрий ты не понял тебе нужно сюда приехать и показать людям что мы здесь создали за последние 15 лет когда мы сюда приехали на данный момент второй день в первый день когда нам проводили экскурсию я просто схватился за голову и кричал да это нереально это мы находимся в россии это действительно создана здесь и это работает когда я это увидел еще раз говорю у меня постоянно было одно и то же слово круто 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 но не все так сладко-гладко как может показаться с первых моих слов в этом сюжете основная ключевая задача показать вам что создали здесь в нашей стране для кого это сделано опять же прям важный момент если у вас есть дети там старше 12 13 лет хотя даже старше пяти лет обязательно покажите им этот ролик потому что сегодня информация будет для всех тем кому свыше 25 30 40 лет вы просто посмотрите ребята и скажите а ваши юношеские годы такое было короче сегодня столько информации что мне просто-напросто переполняют эмоции я хочу сжато по существу показать вам всю эту красоту и полноту действий которые созданы здесь и вот прямо сейчас мы находимся за тысячу сто километров от москвы в республике татарстан город елабуга куда мы приехали специально для того чтобы снять и показать вам сюжет из особой экономической зоны эта экономическая зона считается одной из топовых по нашей стране почему как и что здесь интересного ребята держитесь крепче сегодня я вас буду удивлять точнее они сегодня вас будут удивлять ролик будет разбит по частям вы можете почитать тайм-коды но подчеркиваю когда мы дойдем до обучения до того как это сделано здесь вы просто офигеете приятного вам просмотра без промедления мы начинаем прямо сейчас на эту прекрасная девушка дания которая сегодня вам устроит потрясающей экскурсии ребята мы здесь второй день ты помнишь мои эмоции когда я вчера увидел все то что мне показали я просто офигел устроим нам сегодня потрясающей экскурсии покажем людям что такое особая экономическая зона была а лабуга пойдемте без промедления и вот ловите первую справочку с которой путаются все кто приехал впервые в город изначально город называется по-русски е лабуга но по-татарски он произносится а лабуга именно поэтому выбрали название для особой экономической зоны а лабуга мы с вами перемещаемся в административное здание насколько я знаю здесь работает порядка 250 человек расскажи пожалуйста вообще в целом вот человек впервые смотрит этот ролик где мы чем это место уникально вообще что такое особо экономическая зона а лабуга то сейчас инфраструктурный партнер полного цикла это центр импортозамещения в россии потому что здесь находится 33 действующих мировых заводах где производится передовая продукция для нашей страны и даже для отправки за рубеж например почему мы инфраструктурный партнер полного цикла потому что мы предоставляем всю инфраструктуру это инженерная социальная строительная финансово вот давайте максимально простыми словами расскажу что такое особо экономическая зона в первую очередь это ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории нашего государства как правило этот особый статус выражается в льготных налоговых и таможенных условиях как для национальных так и для иностранных предпринимателей еще проще земельный участок площадью 4000 гектар который является особой экономической зоны но это не просто так что обнесли заборчиком и решили что здесь будут действовать налоговые льготы поэтому все мировые заводы приходите к нам стройте здесь нет ребята чтобы завести сюда заводы изначально создается целая инфраструктура но вы посмотрите что здесь есть и что изначально сделано это таможенный пост раз дальше сюда заведен газ 2 здесь сделаны стоки водоотвода 3 также заведена само собой вода сделано тепло железнодорожный терминал вот этот железнодорожный терминал как нам рассказали связан внимание напрямую с китаем сырье можно заказать оттуда и отсюда точно также можно отправить что-то им поезд с вагонами идет порядка 20 дней само собой есть контрольно-пропускной пункт электроэнергия это особый момент потому что здесь 350 мегаватт так более того это первая и вторая категория надежности сделано естественно свое пожарное депо контейнерная площадка которой можно пользоваться инженерные сети дороги в общем это он кратенько рассказываю но сам факт того что сделано все для того чтобы ты мог прийти построить завод и начать комфортно работать так еще и получать все вытекающие льготы в чем отличие вообще алабоги от других особых экономических зон да не секрет что особых экономических зон там больше 40 и все действуют с единым федеральным законом 116 но мы думали как же нам быть что сделать такого чтобы стать ну чтобы выделиться до стать лучшими сначала мы начали делать готов производственной площади что еще нужно ты приезжаешь начинаешь делать бизнес у тебя здесь сниженные льготы два процента на прибыль вместо 20 до нет налога на землю на имущество на транспорт мы решили вот делать эти готовы производственной площади и получается компания просто завозит свое оборудование и все им не нужно даже ждать когда достроиться их завод а завода строится там два-три года так пример сделали разлетелись как горящие пирожки сейчас мы постоянно строим такие площади второй момент мы начали финансировать проекты у нас сейчас выделено 200 миллиардов рублей для того чтобы строить новые предприятия помогать отечественному бизнесу как можно быстрее запускаться но мы можем бесконечно создавать импортозамещающие проекты но их невозможно реализовать без людей и сейчас реально это огромная проблема в нашей стране это проблема кадрового голода это проблема национальной безопасности вообще в целом и мы начали как раз готовить кадры мы создали образовательный центр алабуга политех который безумно понравился тоже там был и вот в силу того что это одна из ключевых фишек алабуги прямо сейчас мы туда переместимся рассказываю создание этой особой экономической зоны началось 2006 2008 году когда дело пошло заводы начали строиться буквально пять лет назад остров стал вопрос с нехваткой профессиональных кадров многие заводы на территории экономической зоны замечали что на одном из них трудится хороший специалист и просто-напросто переманивали его зарплаты вот буквально три года назад генеральный директор алабуги шагивалиев тимур наилевич и вот этому человеку отдельно хочется пожать руку принял решение о том что им нужно готовить свои кадры и вот пойдемте я вам покажу что они создали и что сейчас там происходит я дико рад тому что мы на самом деле первый день посвятили полноценной экскурсии сегодня я уже в целом разбираюсь ребята вот посмотреть как это сделано идут заводы а здесь специально открыли политех что политехнический колледж как правило алабуга политех такое просто название в целом да но это уникальный инженерный колледж это образовательный центр по подготовке рабочих специальностей то что вы увидите сейчас вы просто охренеете на смотрите вот как это выглядит на первый взгляд какие-то промышленные помещения что-то где-то производится за нашей спиной идут корпуса это общежитие они все разбиты яблочково кулибин например в одном корпусе живут непосредственно преподаватели в другом корпусе живут студенты первого курса короче они уже на своем языке здесь все узнают где что находится принцип какой ты проснулся утром в общежитии приходишь сюда к 8 утра и у тебя начинается учебный день а сейчас ребята пойдемте 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 сейчас будет виталь пиши прям по живому пусть люди увидят всю картину прям как говорится от первого лица мы заходим с вами вот расскажи про ящички вот эти что это такое это гардероб по технологии face айди вот например я подошла мое лицо считалось там не присваивается номер вот ожидайте выдачу да мне присваиваются номер вот открывается вешалка собственно у меня там номер 153 я сюда вешаю свои вещи закрываю вешалка уехала потом я опять подхожу считывается мое лицо к моему лицу там привязаны условно на данный момент номер там 153 обратно она возвращается я забираю свои вещи поэтому здесь каждое утро ребята просто приходят дают свои вещи это у нас вход здесь также у нас по технологии фейс айди все вот смотрите просто был однажды на такой интересный опыт когда я подошел и меня считал и открыла но я там был впервые но здесь нет подходи оба за нашей спиной общий план мы находимся здесь и вот это на самом деле очень шикарная вещь сразу ты понимаешь что здесь происходит ну расскажи кратенько что тут здесь эта схема в принципе сзади нас фудкорта и здесь уже расположены все наши лаборатории у нас здесь 8 направления обучение по возьми направления здесь у нас в основном учиться по четырем направлениям по остальным четырем в соседнем корпусе ребят знакомьтесь эдуард руководитель алабуги политех эдуард вот расскажи простыми словами в чем уникальность вот конкретно этого политеха основались мы девятнадцатом году по запросу работодателей то есть резидентов мы находимся в особо экономической зоне алабуга на производственной площадке непосредственно то есть вокруг нас предприятие через стенку у нас здесь аурус собирают рядом у нас наше производство учебное так вот смысл в том что мы набираем ребят после девятого класса они поступают в елабужский политехнический колледж и мы за один год обучаем их всем профессиональным навыкам чтобы со второго года они начали работать мы наняли специально от работодателей от резидентов главных инженеров главных степешников энергетиков для того чтобы они приходили сюда и преподавали ребятам практические навыки которые нужны на предприятиях прямо здесь сейчас вот послушайте пожалуйста и скажите есть такое еще где-то в нашей стране первое поступить сюда на платной основе невозможно здесь только бюджетные места второе поступить сюда путем сдачи экзаменов виде русский язык литература физика химия невозможно для того чтобы поступить сюда человеку нужно поиграть в компьютерную игру а именно продавать котиков да да ребята вы не ошиблись далее я вам покажу живой пример как люди сдают экзамен путем игры в компьютерную игру с первых дней обучения людей трудоустраивают и они начинают получать зарплату в виде 15 тысяч рублей минус от этой суммы уплата налогов единственное за что они здесь платят это общежитие цена которого 500 рублей в месяц и также они сами покупают себе еду и при этом вы обучаете его не каким-нибудь там художественным искусством вы его обучаете рабочей профессии то бишь на выходе вы получаете готового инженера программиста и так далее мы сегодня кратенько с тобой расскажем на что есть съемка происходило на момент конца июня 2022 года когда я приехал естественно одним из первых вопросов был а где собственно все я подумал что возможно готовятся к экзаменам отпуска ну еще что-то выяснилось сейчас у нас проходит командно лидерские турниры ребятам очень важно пройти эту дисциплину она выявляет лучших среди них в лидерских качествах и навыках они играют сейчас в циву значит для тех кто не понял циву это сокращенно название компьютерной игры цивилизация смысл простой мне 17 лет вот и сейчас играешь в игру и и это обязательная программа да это называется командные лидерские турниры где мы проявляем себя как лидеры я капитан и в моем подчинении три человека в данный момент мы играем в игру цивилизации 4 колонизация где нам надо построить свою экономику и объявить революцию королем соответственно капитанов назначают тех кто разбирается в игре и умеет управлять людьми соответственно данный момент я сижу и отстраиваю стратегию как эффективнее всего и быстрее победить своего противника вопрос ты считаешь что что это действительно игра развивает мозг человека бур мозг студентов и что это в дальнейшем в будущем поможет зарабатывать денег безусловно потому что мы тут прорабатываем бизнес-стратегии где мы занимаемся различным производством данный момент у меня добывается сырье виде шкур и с помощью специальных зданий заводов я произвожу куртки я бы мог продавать шкуры в европу за три монеты но я продам их за 10 соответственно и разница существенная когда ведется продажа или это самый простой есть пушки для пушек надо сначала добыть железо железо переплавить в инструменты инструменты уже сделать пушки соответственно это трехступенчатое производство которое дает еще больше денег она наиболее выгодно на основании этого они видят у кого из детей как работают мозги как говорят это очень сильно помогает для выявления лидерских качеств а сколько вообще вот на сегодня июль там 2022 года сколько вообще всего студентов было за последний год набор был 300 человек осталось сейчас порядка 250 может даже меньше я думаю вот сейчас экзамена пройдут и останется еще меньше идет абсолютно нормальный натуральный отсев вот 50 человек это ровно те кто поучились и поняли что это не их подчеркиваю они здесь не только в игры играют здесь серьезные специальности ребенок 16 лет понял что это не его ушел кто-то на основании экзаменов понимает что он не проходит дальше не хватает ему знаний желания обучаться нету тоже уходит и таким образом остаются только готовые специалисты после третьего года обучения это готовый инженер его можно взять отправить работать абсолютно на любой завод и он с первых дней сможет выполнять свою основную задачу но вы должны понимать что текучка сюда вот запросов заявок изначально было как нам рассказывали свежего 50 тысяч но потом идет воронка кто-то отсеивается кто-то проходит у них здесь есть уникальный тест это просто я такого нигде не встречал вы посмотрите вы офигеете а вот сейчас я попросил ребят чтобы они уже подготовились вот смотрите у нас на экране будет визуализация той самой игры в которую нужно внимание поиграть для того чтобы руководство приняло решение подходите вы или нет давайте лучше сами парни об этом расскажу так ребят напомните вам сколько лет шестнадцать и семнадцать вот для людей кто первый раз смотрит этот ролик расскажи пожалуйста как это происходит смотрите заходим на официальный сайт на и чара лабуга до регистрируемся и дальше вы начинаете играть вот кратенько но что было понятно что это за игра в общем бизнес кэс это наша бизнес симуляция которая является и чар инструментом для оценки людей с помощью не оцениваются как студенты так и сотрудники так и абитуриент во время участия в бизнес симуляции у человека оценивают следующие компетенции это общение аналитика но также человек и изучает основы экономики проходя обучение бизнес кэс то есть изначально человек заходит на платформу нажимает повысить уровень общения или аналитики и пол попадает в главы обучения всего их 11 ему надо пройти все 11 глав сыграть две сессии с ботами выиграть там занять призовые места и тогда он уже может приезжать по лабуга для очного этапа я делаю акцент что вот эта игра равно экзамен набрав хорошие результаты вы получаете приглашение на предварительное собеседование после чего вас готовы взять на обучение для появляется свой дом и ты начинаешь закупать котиков котики бывают разные котики бывают подешевле подороже все это зависит породы в дальнейшем котики точно также могут заболеть котиков надо лечить котиков надо кормить иначе не могут убежать здесь короче сделано полная симуляция и основная ключевая твоя задача это увеличивать денежки то есть чем больше ты их разводишь тем больше ты их продаешь тем больше у тебя становится денег и на основании всех вот этих этапов как бы анализируют и принимают решение подходит человек или нет опять же есть рейтинг ты попал в топ-10 лучших игроков но уже на тебя смотрят внимательнее игра в среднем занимает два с половиной полтора два часа до вы говорили при этом если ты например с первого раза там не набрал нужный результат то ты можешь попробовать еще раз то есть тебе дает возможность потестировать потому что ну вник первый раз не получилось второй раз получилось и так далее это тем кому интересно ты когда про все это узнал вот как тебе сказали то что смотри надо в игру поиграть и тогда мы примем решение поступаешь ты или нет что ты вообще поэтому я был очень сильно удивлен на самом деле и сразу понял на каком уровне находится политех ну я нигде такого не встречалась вообще здесь не существует платного образования то бишь здесь нет да возможно что ты там платишь денег и учишься если ты поступаешь тебе бесплатно это образование вот расскажи как это сделано смотри это у нас получается что-то типа учебный класс но эта лаборатория конкретно здесь происходят какие-то вводные данные даются первоначально пусть пришел инженер дал им какую-то определенную часть и они сразу пошли вот за оборудование встали и оборудованием заниматься собирать шкафы и программировать и так далее ну покажи поживом вот я например вот не понимаю в этом ничего да вот как что вот он начинает делать что здесь есть кратенько хотя бы чтобы людям было понятно этот шкаф управления так то есть можно сказать это стандартная штука которую можно встретить на предприятии она может управлять либо насосной станцией либо конвейерной линии не важно самый главный мозг это контроллер и остальная вся периферия которая помогает ему в этом вы вдумайтесь все обучение максимально тесно связано с практикой вот все вот эти щитки столбы и все что вы увидите это все один в один как на заводе таким образом детей обучают ровно с тем с чем они в дальнейшем будут взаимодействовать более того их приводит на живые заводы прям по живому показывают вот щиток вот так это работает вот так это устроено здесь есть разные направления я вам их выведу на экран для того чтобы вообще просто понимали чему здесь их обучают но смысл в том что дают потрогать все ручками нет вот этой теории а практики не существует все по живому все как в настоящей жизни подчеркиваю это будут готовые специалисты начало как вас зовут дмитрий очень приятно я тоже дмитрий вам сколько лет 16 вы какой первый курс заканчивать дмитрий вот можешь рассказать просто по живому вот непосредственно чем ты сейчас здесь занимаешься и чему тебя здесь научили за первый год обучения меня научили программировать получается контроллеры марки симонс это основные контроллеры на рынке и у них самая большая функциональность то есть умеешь программировать симонс умеешь программировать любые контроллеры вот тебе это легко удалось или ты когда пришел ты же получается после девятого класса ты садишься тебе начинает это рассказывать ты сходу все понимал или было 100 вопросов ну было конечно 100 вопросов но на все отвечают и самое главное с нами занимается инженер который почти каждый день на больших заводах сам все программирует то есть него большой опыт и огромная база знаний получается на все твои вопросы могут ответить и подсказать вот любые ошибки это очень удобно и поэтому ты довольно таки быстро обучает а вас на живое производство водили здесь то есть прям по живому показывали что вот завод вот он работает и в это все видели а ты про эту алабугу как вообще узнал откуда кто тебе рассказал я получается узнал от друга то есть тебе друг сказал что смотри есть такая тема ты изучил прошел вот этот тест с котиками так он называется тест котиками и тебя пригласили сюда ну вот за первый год обучение ты доволен если бы было возможно сейчас утику от в другое место ушел бы нет то бишь все нравится а стипендии у тебя есть она же зарплата правильно называется сколько тебе сейчас платить под конец года получается смотрите у нас зарплата 15 и если еще хорошо учишься и себя показываешь там может быть до 20-25 круто да да и тебе еще жилье дают общее естественно бесплатно то есть ты здесь платишь только за питание то есть продукты покупаешь естественно одежду там свои лично потому что это вам выдали правильно короче ребята что вы понимали у них во первых сейчас уже план есть как нам ваше руководство рассказала что в дальнейшем они хотят зарплаты вам поднять чтобы больше мотивация было это для вас приятный бонус во вторых первый второй третий курс когда ты учишься у тебя с каждым годом зарплата тоже растет и таким образом вы должны понять ключевое вот мне просто башню сносит когда я получаю эту информацию что тебя учат не просто учиться тебя учат учиться и работать и сразу зарабатывать денег и более того в твою голову сеет зернышко когда ты можешь сам что-то придумать создать запустить здесь это только приветствуется мы пообщались уже с огромным количеством студентов и когда я слышу что парень там 16 17 лет рассказывает мне мне очень интересно потому что здесь есть вот руководство который меня слушает который дает мне возможность высказаться который говорит слушай это крутая идея ее нужно реализовывать где такое вы встречали вот я просто в шоке вот реально в шоке что это действительно так но это только начало дни расскажи пожалуйста 33 завода кратенько что здесь какие-то может быть уникальные интересные проекты есть чтобы людям в целом было понятно что здесь происходит ну надо начать с того что если я начну называть завода они будут казаться такими ноунеймами и неизвестными но по сути мы каждый день встречаемся с той или иной продукции например там завода на флекс никто не знает про дана флекс но все там покупают магазине лэйс сникерс чупа-чупс памперс и так далее и упаковку для них для всех печатается именно на дана флексе или же там никто не знает про хаят но все знают бренд фамилия папе санитарно-гигиеническая продукция и это все производится на нашем заводе хаят турецкий холдинг а там флорпан да там роквул это те кто делали ремонт обязательно знают такие бренды вот и это все то что действительно мы каждый день видим или же например а кто бы знал что для porsche panamera там стекла делаются у нас на заводе шишиджам шишиджам это турецкий завод и вот к слову о том что я говорил что мы обеспечиваем лучшую инфраструктуру да под инфраструктурой мы же подразумеваем это собственно электросетевое хозяйство это вода газ тепло то есть обеспечение всем этим не в кредит не там давайте вы приходите инвестора мы через два года вам сделаем да потому что вы сейчас там внесете какие-то платежи у нас все это есть у нас например электросетевое хозяйство всего 350 мегаватт свободных 240 да но это непонятно скажу проще во всей калининградской области вот этой мощности меньше чем у нас на территории 2000 гектар и здесь идет обеспечение первой категории надежности и как раз что такое первая категория надежности почему важно чтобы были люди которые умеют обслуживать эти сети например первая категория надежности это вот у нас есть стекольный завод это огромная печь 40 метров там больше 40 метров непрерывного стекла самая большая плавильная печь в европе который находится на заводе и если хоть на долю секунды электричество приостановится то просто там все естественно застынет печь встанет ее можно демонтировать завод закрывать и все и поэтому и есть первая категория надежности чтобы электроэнергия вообще ни на секунду не переставала поддаваться кастомону да они производят это самый большой наш завод на территории алабуги и они производят мдф дсп там ламинат и у них например они в своем производстве не используют деловую древесину не используют сухостой и если посмотреть на завод он так сильно дымит как будто бы на самом деле это пар потому что вот эти плиты мдф они выпаривают для того чтобы высушить мы с вами переносимся в зону где проживают ребята значит смотрите я вам показываю в самом начале нас встречает спортивная площадка а дальше идут корпуса в которых они проживают также рядышком им в этом году строят зону отдыха где будет барбекю там есть целое место где можно будет разжечь костер короче для того чтобы им было здесь чем заняться илья и он нам сейчас покажет реалии того что находится в рюкх в целом смотри вот он твой корпус правильно менделеев ты у нас какого курса первый первый значит смотри сколько времени тебе занимает от дома до рабочего места его минус 88 то есть проснулся и пошел ты выходишь во сколько ну учеба начинается в 9 выхожу примерно 9 50 8 50 и возвращаешься возвращаюсь я в получается 20 40 ну пойдем показывай рассказывай параллельно предмет того что смотри насколько я знаю у вас здесь есть ограничение например что до 10 часов прекращаются все походы из корпуса и в 11 начинается отбой да то есть уже после 10 часов нельзя ходить по другим корпусам а после 11 нельзя ходить другие комнаты уже в самом корпусе вот а для того чтобы скажем обезопасить нас студентов для нас придумаем специальные карточки вот для них с помощью них прикладываем и пожалуйста дверь открывается как домофон еще у вас есть видеонаблюдение да я смотрю как здесь у нас подъем на второй этаж да здесь наверху также располагается также комната как и внизу принять как раз внизу все посмотрим информация то есть здесь необходима информация для студентов ну а здесь такое знаешь как будто как некое офисное помещение по первому ощущению но это простыми словами чтобы людям был принят это подъезд и слева справа нас встречает уже ваша квартира в силу то что нет ни хрена это это моя комната 204 обеззараживатель опять же да ключики все все нам оформлять здесь кольцо такое необычное это и занимает что же добро пожаловать ко мне домой заходим разуваемся правильно можете не разуваться пожалуйста а вы здесь сами-то разуваетесь да конечно тогда его разуме как же мы будем тогда ладно в гостях во первых начнем с того что здесь располагается у нас две комнаты то есть они абсолютно одинаковые идемте это как раз моя комната так вот выглядит она вот таким образом да я ее немного здесь обустраивал то есть получается у нас вот твое рабочее место здесь ты спишь здесь ты работаешь там у тебя получается твой шкаф с личными вещами правильно да все верно здесь у нас окно который смотрит как раз во двор батарея зимой холодно вообще нисколько нисколько с отоплением с электроснабжением водоснабжением здесь все хорошо продумали так что здесь никаких проблем в этом нет здесь располагается также такая же зона работы спальни для моего соседа получается вот и наш общий комод здесь типа общая вещь да а это что у вас за прикол баночка как как называется мио мио да это скажем это просто ни в коем случае не рекламная интеграция понятно рабочий столом это комп твой да да ну я очень люблю обустраивать свое личное пространство аниме мне было удобно весело аниме правильно это тема такая популярная смотрю достала нынче у молодежи майнкрафт меч комиксы марвел памятка для студентов о лабуге ну прикольно пацаны помните эти ты сюда приходишь якобы вот как это окунулся в молодость какую-то типа мне 16 лет а я начну учиться здесь что-то можно собирать ну блин прикольно с соседом нормально общаешься типа друзья уже до короче ну тут точно что могу сказать про наш колледж что у нас нет вообще буллинга как например бывает в школах котом и слышал то есть здесь ребята все друг друга знают очень быстро все приобщаются опять же условия такие что если ты с кем-то в нехороших отношениях это наоборот плохо на тебя скажется короче все в целом друг другу открыто да да так здесь короче от лозона прихожей правильно раз два санузла 1 и 2 они оба одинаковые а нет это получается здесь туалет раковина правильно да 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 а там а там находится другой санузел он обстроен также на его отличие в том что здесь располагается еще и душевая кабина мы заходим с вами на кухню раквина микроволновка электронная плита то есть здесь все что вы здесь видите это все именно по технической части это то что нам предоставляет сам алабокоплитех то есть плита опять же до электрическая духовка холодильник вытяжка мы поднимаемся на второй этаж где у вас есть общая зона показывает рассказывает пройдемте здесь располагается зона прачечной то есть это наши стиральные машинки то есть да в этом плане здесь тоже все обустроено они не стоят каждой партии нас из этого определенная комната опять же машинки тоже новые все удобно все комфортно короче здесь это все дело от стиралась после чего мы идем в другую комнату аккуратно так где нас встречает уже зона сушилки да здесь и ну да больше принес сказать нечего есть просто сушиться вещи машинки это платная услуга нет абсолютно все бесплатно но за общежитие как вы выяснили ты плачь 500 рублей месяц и все да и все короче расходы твои это 500 рублей месяц общежития питание на твой счет то есть тебя не кормят мне нету не включены никакие не завтраки ничего это боль это все фактически то что касается и на плите хода ну а дальше это уже все то есть одежду говорил любишь покупать то-то копит тут еще что то то есть дальше уже все на вас ну вот круто дайте на самом деле ты вот допустим живешь ты же не думаешь о том завтра там денег еще чего-то задача учиться да ну буквально то есть опять же учитывая то что мы сами привозим здесь сами готовим поэтому с едой проблем нет учишься работаешь и в конце месяца получаешь свои заработанные честные деньги короче друзья еще ведь как хитро сделано что нет такого что тебе каждый месяц там одна и та же сумма что с каждым годом поднимают зарплату ну то есть как в реальной жизни она у вас есть реальная жизнь из тебя уже с молоду готовит тому что нужно идти к тому чтобы постоянно постоянно ты развивался и постоянно твой доход роз ребята знакомьтесь это егор и это по-своему уникальный человек в том плане что ты один из первых выпускников так как запущен был проект не так давно и вот в этом году условно ты становишься выпускником правильно да то есть я заканчиваю третий курс мне остается один год и сдача диплома после я стану выпускником на сегодняшний день твоя зарплата уже официально здесь составляет 60 тысяч рублей минус налоги верно это не шутка и это не шутка и самый прикол еще в том что мы егора долго ждали потому что он был на совещании где принимал участие генеральный директор вот ты мне скажи просто вот ты приходишь на совещание кратко о чем разговаривают и какое твое участие там просто послушать или тебя тоже спрашивают нет здесь как бы подход немного другой есть каждый участник совещания пытается внести свой вклад то есть и каждый пытается вложить в топ новинка предложить выслушают критику и так далее одна из ключевых задач твоя в процессе обучения была как раз создать линию автоматизированного производства поддонов казалось бы поддон это просто зачастую собирают его люди правильно да а вы как раз должны сделать линию что это все будет просто конвейер автомат идти и еще еще вы мало того что вы это создаете вы же это продаете в первую очередь резидентом которые здесь есть но и в дальнейшем дальше и это вам вот типа ля задание вот ребята налаживайте работайте производите торгуйте правильно ну да то есть поддон не именно как задача просто это как мини такой типовой продукт который реально продается у нас в стране чтобы при обучении студента на производстве у них была какая-то зона ответственности то что они не просто так здесь работают у них есть заказчик заказчик покупает товар а им надо произвести его обучение идет три года и десять месяцев вот егор вам живой пример когда человек на третьем курсе уже принимает активное участие в разработке роботизированного производства поддонов он нам провел полную экскурсию поэтапно рассказал как это все будет работать как это все будет производиться вдумайтесь в крутость подхода обучения им генеральный директор говорит ребята вот пустое помещение давайте организовывать и здесь производство сами же ищите клиентов сначала это в первую очередь резиденты таким образом это ребята в 19 лет уже создают целый готовый бизнес внимание по производству не просто там услуги продавать а производить готовый продукт а если тебе задать вопрос с точки зрения внутрянки вот все что это идет ты же представляешь как это все работает а с точки зрения ремонта это уже отдельный человек или ты точно также вот дубри что-то сломается с точки зрения ремонта пока еще не все могу но допустим по пневматике где у нас стоят мимо цилиндры можем уже сами делать но при этом ребята кто обучаются как раз есть ровно те кто смогут все это дело без проблем от ремонтируют здесь для этого и находиться и вас получается целая команда его автономно работать правильно но это подозреваю что вон там строится пункт управления будет диспетчерская пункт управления где ты будешь белом халате ходить главное важно и уже условно всем этим дело возможно буду здесь главным вот ты мне скажи тебе 19 лет ты уже можешь сказать в 19 все у тебя опыт есть ты уже крутой дядя хорош но не сказал бы но уже ты уже начинаешь по сравнению с некоторыми сверстниками кто-то в 19 лет только приходит в институт садится ему там какую теорию рассказывать а у тебя уже вот руки и ты уже можешь что-то создавать ты этим доволен вот сюда сюда пришел обучаться да я очень рад его вот не пацаны сейчас напишут молодые может быть может родители их скажут типа это все реклама заказуха все это хрень всего здесь постановочная вот ответим нет это не постанова ни капельки то есть я поступил сюда после девятого класса сам и сам начал здесь развиваться меня заметили просто с отдела проектного офиса люди и уже два года я работа над этим проектом сам подводя итог 19 знаешь охота тусоваться пойти на тачке кататься по клубам еще что то есть такое да как борешься с этим просто ставлю себе такую цель то что ну будет еще время сейчас сначала я сделаю себе какую-то основу фундамент а потом погуляю ну и в любом случае как говорится выходной никто не отменял когда-то можно с друзьями правильно собраться отдохнуть а дальше как говорится темнеет поздно до делу время потихе тебя тебе на этом огромное спасибо удачи в развитии егор на тебе страна держится не подводить спасибо начнем с непосредственно зоны робота здесь располагаются различные компоненты для постройки грузовичка состоящих из трех компонентов вот и конвейер который также автоматически работает в общем здесь можно и наглядно понять что будет приходить запуск программы происходит с одной кнопочки буквально запускаем и робот начинает работать и вот то что робот сейчас делает это ты написал код чтобы он именно так дел поднимал переставлял собирал или что я сначала выполнил все действия самостоятельно с помощью робота робот это запомнил и прогонять самостоятельно естественно это можно и прописать также кодом и то есть мы сейчас видим на выходе готовый продукт да пожалуйста ломана машина собрана все вот она те конвейерная сборка а есть вторая команда и она уже разбирает обратно мазик и делает все самого начала слушай но это как бы просто вот он собрал собрал а в живую же в жизни это все потом стягивается болтами еще чем-то кто тоже робот это будет разбирать да конечно для этого создана специальная ртк такая это роботизированный комплекс в котором робот может одновременно и перехватывать различные объекты класть например в токарный станок пока она обрабатывается он выполняет действия а ты мне скажи вот то что мы видим сейчас вот здесь где-то на территории такая тема есть которая так работает собирает могу дать сто процентов придя как здесь на заводах особо экономической зоны что в других городах и если придете на любое предприятие эти машины будут там всегда потому что они полностью из меня человека они ведь же могут упаковывать объекты сваривать переносить так далее и наша специальность заключается в том чтобы обслуживать этих роботов чинить и настраивать мы с вами перемещаемся в поселок три медведя вот вам может показаться что все было сделано исключительно для студентов вот для них все а сотрудникам ничего но нет ребята о сотрудниках здесь позаботились еще как вот вы сейчас оцените дни расскажи пожалуйста во первых про свой путь мы у всех спрашиваем кто здесь как оказался ты сама из города астрахань каким образом ты оказалась здесь как-то устроился на работу вообще у нас есть такая программа 100 лидеров у нас и чар-отдел заключал договора со старостами по всей стране и мое старство просто передала контакты суть в том что при трудоустройстве рекомендуемому человеку выплачивается 5000 рублей лишь управляющих компании старости это такая некая мера стимуляции в числе и меня пригласили сюда работать сначала ну откровенно говоря я думаю о том что что это такое я не знал первый день когда приехала ну или когда еще даже звонили до говорили там алла буга может быть слышали нет не слышала и на самом деле это было моим большим упущением что я об этом не слышала я приехала сюда я не поверил когда мне там скинули видосы и я видела вот это я думаю почему не скидывают какие-то видео из европы из америки но ведь это же разве это правда а потом я приехала и поняла что это реальность слушай а ты приехала сюда когда сколько здесь ты уже работаешь почти два года я здесь работаю получается сразу после университета я закончил астраханский государственный университет по специальности экономическая безопасность пять лет впустую сразу могу сказать реально впустую потому что единственно чему я научилась это наверное то чему учится любой студент это как там лавировать между какими-то вопросами выкручиваться просто вариативность мышления растет и только все ты приезжаешь сюда ты получается работаешь практически два года тебе на сегодняшний день друзья ей 23 года какая у тебя здесь должность а руководитель маркетинга пиар управления по причине инвестиций я не знаю как она проявила себя на камеру для вас но я с ней общался многое я могу сказать одно что действительно человек грамотный образованный со знанием дела не было еще ни одного вопроса который я бы ей задал и она не знала на него ответ по цифрам ориентируется сколько человек какое развитие как что идет то бишь человек действительно понимает что он делает рассказывает и это действительно круто и самое что прикольно что ты не одна здесь такая здесь очень много молодых специалистов друзья мне обидно что мне 32 года я хожу я у них спрашивают 26 23 27 но есть естественно люди старше где-то начинала жить к все приехал а начинала я жить в квартире трехкомнатной где у меня была только своя комната общая кухня и ванна на самом деле для меня это было очень сложно потому что я все-таки единственный излюбленный ребенок у меня своя квартира была тут я приезжаю в такие спартанские условия думаю это был что-то типа общежития каждого по поводу да потом спустя там полгода где-то после того как я действительно доказала что я хороший специалист и я могу делать что-то классное для компании мне повысили жилищные условия повысили заработную плату я стала жить в однокомнатной квартире у меня уже была своя квартира и тут который ты сейчас же нет нет то есть я уже несколько раз переезжала это вот возле романа возле гостиницы где вы короче в городе в доме то что квартире но в первый же день когда сюда приехала а ключи от всех этих квартир и реальных можно получать здесь администрации и я когда ходила я думала вау я хочу здесь жить и это вот такая моя была мечта я думала я должна добиться я должна показать себя показать результаты чтобы жить здесь потому что я хочу здесь жить а я понимаю что здесь живут топы здесь живут топовые руководители и вот спустя там где-то год-полтора я живу здесь а проживает она вот в таком малоэтажным относительно мало квартирном доме не что вы думаете абсолютно любое жилье которое здесь предоставляется людям они платят только лишь коммунальные услуги то бишь арендной платы как таковой нету потому что все предоставляет алабуга и вот например в частности все что вы видите сейчас на экране это построено за их счет и таким образом у людей бешеная мотивация трудиться привносить что-то новое зарабатывать зарабатываешь сам зарабатывает компания тебе дают от действительно награды к ним сюда приезжал человек из сингапура который просто напросто запустил город куда-то в космос по развитию и все те советы которые он им давал они все эти советы услышали а самые топы которые еще выше которые уже 7 имеют и подчеркивает а как среди граждан россии так и иностранных специалистов и могут дать вот например подобный дом и внимание друзья еще раз говорю это это просто какая-то авантюра смотрите бесплатно ты платишь только за коммуналку все остальное за тебя платит твоя контора ребята вы думаете это все что ли нет не все вот расскажи что это строится и что там будет а мы создаем социальную инфраструктуру очень важно это на самом деле потому что можно создавать крутые условия труда можно давать интересные проекты хорошую зарплату но вот именно твое место твой дом то гнездышко это тоже очень важно я просто расставляю акценты чтобы вы поняли полноту картины раньше здесь был просто лес сосновый лес очень хороший приятный здесь запах построили они себе коттеджный поселок раз далее лес они местами облагородили сделали там хорошую зону для отдыха вы посмотрите построили себе банный комплекс сделали себе искусственный пруд с подогревом завезли песочек там есть спортивные площадки они построили себе рядом ресторан открыли себе банкетный зал для того чтобы можно было отметить день рождения они построили себе международную школу детский сад вот это вообще закачаешься после посещения этой школы я принял для себя решение что свою дочь я хочу отправить учиться в подобное место чуть позже я вам ее покажу и все это рядом с работой подчеркиваю что ближайший город елабуга население 70 тысяч человек есть город набережные челны там уже более полумиллиона человек до него ехать говорят 20 ну 25 минут на автомобиле мы сейчас строим 18-этажный дом в виде пирамиды где с 1 по 8 это арендное жилье где будут жить наши колледжисты но это тоже некая иерархия чем лучше у них результат чем выше у них great чем круче они себя показывают чем более они лидеры а тем выше они живут тем лучше у них жилищные условия потом у нас идет прослойка один этаж там у нас салоны красоты и китория то есть кафе бассейны и так далее дальше уже жилье в ипотеку также как и я там жила сначала в трехкомнатной квартире там ну обычный ремонт обычно да потом в однокомнатной квартире ремонт был лучше я жила уж там одна у меня я там была сама хозяйка на своей кухне это очень важно дальше я переехала сюда в коттеджный поселок здесь вообще шикарный ремонт на свои гардеробные это тоже как для девушки а вот с точки зрения цены на квартиру ребята вот смотрите значит общаясь с егором это тот самый парень который нас водил на зону поддонов где они сделают производство я у него спрашиваю сколько ты вообще хочешь получать дальше 60 тысяч сейчас заканчиваешь дальше что будет у меня цель получать 150 200 тысяч если я буду эти деньги сейчас зарабатывать а он уже планирует и в следующем году получать он будет я как раз могу активно откладывать деньги и в дальнейшем я хочу купить себе здесь жилье здесь он не сказал где конкретно но вот где-то вот в этом городе купить жилье я думаю если он хотя бы по 100 тысяч может откладывать а при зарплате там 150 200 но я думал сможет это делать за год это миллион двести и вы должны понимать что когда я начал общаться с таксистом и вчера специально взяли экскурсию с такси покатались пообщались он говорит квартира в среднем в новостройке двухкомнатная 80 квадратов может стоить 3 ну там тире 4 миллиона в этом диапазоне двушка 80 квадратов у него говорит квартиры там 3 миллиона 950 стоит но это 100 квадратов 4 комнаты к чему я все это веду когда у тебя есть стабильный доход и ты знаешь то что ты работаешь ты развиваешься ты будешь получать еще больше и ты получаешь это стабильно когда у тебя есть работа которая тебе нравится ты можешь спокойно планирует свое будущее и соответственно это вам не квартира в москве за 15 миллионов а квартиры вот возле дома где нет никакой пробки и ты можешь окупить если покупаешь три года если ты поработаешь полгода или даже там допустим четыре месяца уже можешь скопить себе первоначальный взнос взять ипотеку и закрыть он продосрочно к примеру то бишь но это круто я с точки зрения того что ты можешь как-то планирует свою жизнь ты можешь чувствовать себя свободно заводить семью детей и думаю офигеть как ты знаешь вот здесь у вас по прошествии всего того что я сегодня не вчера увидел ты чувствуешь себя как-то гораздо легче это все что нет это не все ваш генеральный директор решил построить здесь жилой комплекс на 50 тысяч человек у нас это в проекте да у нас будет новый комплекс потому что все таки смотри в этом году мы набираем 600 человек в алабуга полите в следующем году 1200 потом 2 потом 5000 и потом 10 тысяч 10 тысяч человек ежегодно мы будем принимать естественно всем необходимо жилье но вот это жилье мне интересно она будет продаваться или это тоже будет аренда какая-то короче вообще ребята я не знаю вот вот очень жаль серьезно что нам не удалось не пообщаться человек занятой как бы у них сегодня тоже делегации очень хотелось бы с ним вообще отдельный ролик знаешь записать на будущее потому что но таких людей вот и заряжена тем его подходом которые он делает ребята молодые кто с ним общался работать тоже заряжены говорят блин вот такой мужик передает от объект простыми словами говорю как бы это очень важно что говорят о человеке люди это круто поэтому имейте ввиду вот сюда приезжайте почаще вот да давай обратимся знаешь к губернатору московской области андрей юрьевич воробьев пожалуйста вы посмотрите что творят это это реально круто потому что в московской области есть экономическая зона вот там не хватало бы вот таких же вещей как у вас точки зрения образования это было бы ну просто шикарно ну и собственно по регионам также ребята это вот реально нужно просто выделить вам время и приехать все это посмотреть живую еще важный момент смотрите что на сегодняшний день изо всех тех санкций которые обрушились на нашу страну временно встали только два 31 полноценная работа а те двое которые встали это кто у нас это солиорс форт и 3м вот 3м кстати это те кто производят пленки различные а форт это коммерческий транспорт транзит ребята вся вот эта площадь обеспечивает работой практически 10 тысяч человек и каждый год постоянно увеличится плюс-минус сколько у вас по планам там менеджмент и рабочий состав но у нас порядка где-то 600 700 человек ежегодная потребность она растет постоянно это как управляющая компания так и у заводов-резидентов и у нас на пять лет вперед в образовательном колледже алабуга политех студенту уже будущие выпускники забронированы нашими резидентами потому что действительно есть огромная потребность в кадрах причем мы готовим же не просто там работяг да мы готовим будущих высокотехнологичных предпринимателей это директора заводов инженера цехов для того чтобы сюда зайти с точки зрения бизнеса я задавал этот вопрос говорю ну подожди я сейчас открою вас здесь производство кухонное буду кухонки делать потому что льготы большие 120 миллионов минимум приносишь отдаешь и пожалуйста можно заниматься ты получаешь все эти льготы до 120 миллионов рублей это минимальный объем инвестиции по капексу причем то есть это в эту стоимость должны входить там условно оборудование коробка на данный момент тут мы находимся в помещении что это такое мы вообще здесь находимся в управлении по привлечению инвестиций здесь сидит как ребята привлеченцы так и маркетинг наше подразделение здесь мы работаем на то чтобы мы ищем потенциальных резидентов потенциальных инвесторов взаимодействуем то есть мы изучаем сначала во-первых мы идем глубокую аналитику мы изучаем потенциальные ниши а затем мы связываемся с компаниями здесь же ведутся все ключевые переговоры маркетинг это такая поддержка привлеченцы для того чтобы было больше во-первых ледогенерация во-вторых чтобы у нас в принципе пиар освещения было особо экономической зоны с твоего позволения кому-нибудь мы сейчас попробуем пристать вас как зовут и чем вы здесь занимаетесь меня зовут мир обещали петр я в отделе аналитики ниш и сложно сказать чем конкретно здесь кажется заниматься потому что у нас кроссфункциональная команда друг другу идем на выручку там допустим очень плотно и с маркетингом работаем с другими отделами то есть выстроена работа горизонтально таким образом что одно звено без другого работать не будет петра а сколько вам лет мне 26 лет образование есть до 3 высших 3 высших вот так вот пожалуйста петр честно скажите пожалуйста чужого не уехали в америку в европу еще куда-то не с точки зрения как вот некоторые скажут о родину предать нет ну рассказывать там интереснее работать возможности больше потом вернуться обратно самом деле причем много изучал разные варианты рассматривал но когда есть что-то поближе и по качеству жизни по отношению к сотрудникам по корпоративной культуре по отношению ко всему но зачем если есть алабуга зачем ехать куда-то вот на сегодняшний день вот по-честному если вы видите сами развитие своей карьеры здесь или в нашей стране что вы там может дойти до какого-то топ-менеджмента с большой зарплаты с большими привилегиями может такое быть вообще я за этим здесь нахожусь за этим я сюда и приехал потому что здесь как раз четкий карьерный трек у каждого может формироваться складываться в зависимости от показателей от результатов и так далее ну к примеру я в компании работаю чуть меньше года то есть у меня уже все идет так как я задумал у вас карта такая у вас прямо здесь местечко самые уютные мне кажется сказать вас как зовут меня зовут анил анила расскажи пожалуйста чем ты занимаешься я занимаюсь привлечением инвесторов из китая получается да у нас в этом месяце было порядка 10 вкс мы общаемся с разными компаниями как сказал петр он дает нам ниши для проработки и выбираем компании со всеми созваниваются они рассказать анил а как вот ты общаешься с китайцами на английском языке или на китайском нет на китайском и ты китайский язык знаешь конечно скажи добрый день я хочу вам предложить наши услуги дайте хао вася дешево не маясья ала бутя вон даркер хуэй вай чуан зо и гагун чану тебе нравится здесь работать да действительно доволен все прям не хочется уйти куда-то уехать нет на данный момент не все устраивает перспективная очень зона экономическая лучшая в россии и мы будем стараться чтобы она была лучшей в европе затем может и в мире анил вот прям жму руку тебе ну пусть это будет всей вашей команде ребята сделайте красиво чтобы мы всему миру наконец-то показали что у нас у нас тоже все может быть на высшем уровне тратить к девушке пристанем напоследок и пойдем дальше девушка аскать просто а вас как зовут вы тоже на китайском можете разговаривать а вы китаянка а вы по-русски хорошо правильно говорите вы понимаете что я вас прошу скажите пожалуйста вам здесь работать нравится а вы из какого сами города ухты блин круто вообще а вы чем занимаетесь непотрясно а то есть с китаем договаривайтесь на предмет инвестиций супер очень рад вас здесь видеть спасибо большое вам за вашу работу короче ребята нам нужно двигаться дальше потому что здесь такой объем информации я серьезно говорю вы поймите правильно иной раз говорят вот регионы надо развивать вот люди этим здесь занимаются я прекрасно понимаю что большой объем по информации но я не понимаю что здесь подрезать здесь куда не зайди что-то новое и интересное на момент нашего обхода точно также приезжали различные делегации из белоруссии вот послушайте девушек расскажите пожалуйста что здесь происходит и чем здесь вообще занимаетесь чему вас учат мы моделируем здание сооружения проектируем заводы на нашем на нашей практике то есть по идее по окончании учебы из вас должны получиться профессиональные специалисты которые смогут спроектировать завод смоделировать а вам сколько лет мне 17 лет а вам вам слушать ребята расскажите в первую очередь девушкам вопрос вы откуда про это все узнали и нафига оно вам вообще надо но это такая вроде бы наш профессия не женская как мне может показаться вот у меня поправьте я поправлю потому что в начале года нас распределили на разную практику к разным куратором пример я работаю архитектором и архитектор достаточно женская профессия как по мне вот диана у меня вообще нет разделения профессии на женскую и мужскую я не считаю что вообще строительство в целом это какая-то мужская профессия и я себя совершенно комфортно чувствую в данной сфере кто вам рассказал про вот это место где вы в банке родственники ну как это было ты сидишь дома тебе там не за 15 лет я приходит закончились экзамены нужно куда-то поступать папа говорит о том что вот есть такое место как алабга плитех в городе и лабга и давай ты придешь ассесмент играешь в котов и посмотришь надо тебе это или нет ты не за вас просто типа чего какая-то игра в котиков продавать но это очень интересно согласись но интересно но это необычно но просто знаешь там изначально кажется обычно надо сдать русский язык там литературу еще что-то тут надо в игру поиграть так было в школе а здесь все иначе а здесь жизнь реальная здесь будущее меня зовут магомед салам а возраст 16 лет магомед слушай ну ты уже крут для 16 лет да ты сидишь уже чик чик построил собрал а что будет через три года до мысль твоя по этому поводу вообще по всему образованию что скажешь ну это профессия очень дефицитная так что я думаю что я без работы точно не останусь это первое второе этим я могу заниматься также для своего круга знакомых то есть я могу для себя могу для родственника для родителей кому угодно могу помочь с домом особенно в дагестане родственная помощь это очень распространено красавчик молодец видите смотрите вот вот и человеку подход могу сделать для себя могу продать могу родственникам бесплатно как они дом нужен будет пожалуйста магомед вам с удовольствием сделать но ты в целом скажи вот преподаватель подход тебе все понятно когда тебе что-то рассказывать в школе наверняка были предметы где где-то может отставал не понимал а здесь как русский язык да ну к примеру просто как пример у меня здесь преподаватель одни один из самых лучших потому что он разъясняет понимает общается на нашем языке он может его можно миллион раз переспросить он миллион раз ответит и если твой вопрос как-то некорректно составлен он может задать задать тебе такой же вопрос только более корректный со скольки до скольки вы учитесь начале года мы учились 9 до 9 плюс минус где-то так иногда даже с 8 потому что нас дополнительные занятия поставили но ничего страшного организм привыкает к всему как говорится вот а так чем дальше тем меньше парни пока заканчиваться часы и все нет такого что целый день это ну 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 это устаешь знаешь хочется домой поваляться там гулять пойти начале конечно всегда у всех так а потом ты понимаешь ты во все это вливаешься тебе стоит интересно очень много колотеком на лидерских турниров очень много всяких соревнований и вообще мероприятий очень много интересных мероприятий здесь происходит студенты они очень самостоятельно во-первых здесь нету платного образования и поэтому студенты достаточно сообразительные то есть они сами подходят их не нужна пинать там говорить как делать они сами на дню по 10 раз ко мне проходят никита покажи нам как это делается как это делается вот это вот конечно круто когда люди сами лезут за знаниями это в этот сверх мне кажется круто и иногда не такие вопросы задают на который я сам не знаю ответа то есть мне приходится Подумать, поискать И только потом, спустя какое-то время, дать им ответ Вот вы когда закончили учиться Как вы проводите свое свободное время? Оно вообще есть, там, я не знаю, пойти покататься на велосипеде Ребят, ну вы молодые, вам 16-17 лет Свободное время есть Каждый его по-своему как-то проводит Я лично люблю или Почитать книги какие-нибудь Или Посмотреть фильмы Если это выходные, то можно съездить В ту же самую Елабугу и покататься на велосипедах Короче, я просто в шоке Мне 32 года Когда мне было 16 лет О таком даже, я даже и не знал Что вообще такое может когда-то быть Если бы мне сказали, что в дальнейшем будут создаваться Подобного рода вещи обучающие Я бы, наверное, даже не поверил бы А особенно, когда ты понимаешь Что это находится в России Не где-то там в Москве А вот, пожалуйста, 1100 км от Москвы Не в крупном городе А условно в поле построили И вот такая история Это у нас электротехнический полигон Здесь учим ребят работать Именно с высоковольтным оборудованием К сожалению, пока им нет 18 Их на объекты нельзя допустить Что затрудняет процесс обучения Поэтому, собственно говоря, мы сделали Ровно такую же комплектацию Которая стоит у нас на ОС Нечто подобное, да, грубо говоря Один в один Это идет распилительная подстанция Они подают электроэнергию Непосредственно на заводы резиденты И, соответственно, парни уже понимают Как это будет там выглядеть И им показывают, как с этим работать Вот и да Моделируете какие-то ситуации Условно, что сломалось Приехала бригада экстренная И начинает... Да, это и есть работа, по сути На распилительной подстанции Потому что когда все работает Там людей нету Когда происходит чрезвычайно Какая-то ситуация То есть, когда там, допустим Вакуумник отгорел Либо надо стандартный там Ремонт секции шин провести Либо еще что-то Соответственно, выезжает ремонтная бригада Проводит все эти мероприятия Здесь, ребята, учим эти мероприятия Правильно делать Чтобы когда они уже непосредственно На работе это выполняли Все эти действия Их не убило Диман, вот Прямо от охоты Просто немножко юморнуть Было такое, что в процессе обучения Кто-то из студентов Допустил, допустим, ошибку Ну, это же нормально Они же учатся И ты говоришь Слушай, если бы ты это сделал В реальной жизни То от тебя остался бы пепел Да Были такие? Да Само собой ребята здесь ошибаются И мы каждый раз им говорим Что будь то Настоящее производство То это была бы твоя вторая ошибка Первая, потому что была бы Когда ты профессию выбрал На основании этого Это же ошибка ценой в жизни Да В дальнейшем он еще раз ее совершает Или он уже запоминает Как правило, ребята не повторяются Здесь, вот по этим секциям Уже Три фазы проходят В большом напряжении Обычно на расстоянии Около 40-50 сантиметров Уже можно спокойно поймать дугу То есть ударит искра Которая впоследствии Может, собственно говоря, и убить человека Выживают реально единицы На этом расстоянии Мы поставили лучовые барьеры Сейчас они отключены Вообще, когда они включены При их пересечении Срабатываются, собственно говоря, сирены Если ребята правильно отсоединяют Секцию шины из работы То барьер выключается Ну, по практике, вот когда они учатся Как быстро начинают схватывать? То бишь Месяц-два и уже Они сначала проходят общую базу По электромонтажу Потом здесь у них идут основные косяки На самом деле Это соблюдение техники безопасности Мы, в первую очередь, этому здесь учим Потому что всю основную техническую базу Они уже знают Когда сюда приходят, в это помещение Дим, расскажи дальше Смотри, я понимаю, что это столбы Высокое напряжение Расскажи, задача какая здесь? Здесь ребята учатся обслуживать В воздушной линии электропередач То есть это обычные столбы Которые есть у нас везде Мы их все видели У нас они используются На строительных объектах То есть времянку мы прокидываем по воздуху Чтобы не закапывать И, соответственно, здесь ребята учатся В первую очередь Это натягивать Линию передач Изоляторы менять Обслуживать, чистить Короче, по факту, после обучения Отсюда выходят реально готовые специалисты Вот его прям можно, как это Десант взял, на объект скинул Куда угодно И он уже работает, выполняет задачи Вот у тебя какие перспективы? Ты, допустим, сейчас обучаешь Но в дальнейшем ты же точно так же Прокачиваешься сам мозгами Можешь работать так же там При заводе, еще где-то Ну, в принципе, да Я сам здесь заместитель руководителя По сути, учебного центра Так или иначе Мне приходится разбираться Во всех компетенциях Которые мы преподаем Хотя бы на базовом уровне Некоторых я уже довольно-таки глубоко Зашел По знанию И, соответственно Продолжаю это делать И учусь очень многому Личностный рост очень большой Карьерный рост тоже у нас Постоянное увеличение Ты себя чувствуешь спокойно? Понимание того, что хлеб всегда есть с маслом Делаем правильное дело на самом деле Вот это самое главное Что мы действительно правильное дело делаем Воспитываем будущее нашей страны Знакомьтесь, Булат, 17 лет Электрик Я из города Уфа То есть ты, короче, сюда полноценно переехал Ты здесь живешь, а ты домой Когда, как летаешь? На выходных или на отпуск? Последний раз я ездил на каникулы Майские, если не ошибаюсь На майские каникулы, да, ездил Ну вот нету вот этой, как вы знаешь Такого-то чувства скуки по дому Что хочется домой, к родителям Хочется, я бы не знаю, там, животное, может быть, домашнее какое-то Есть там друзья, с которыми погуляют Нет, такого вообще нет Потому что у меня здесь новые друзья появились У меня здесь, ну, комфортабельное жилье Даже в каком-то плане лучше, чем прошлое Ну, мой дом Также у меня появились лишние средства То есть мне уже платят стипендию, зарплату Я могу как-то, ну, более самостоятельно жить Ну, обучение реально само нравится То есть все то, что рассказывают, дают возможность Смотри, у тебя есть все потрогать вживую Мы посмотрели, но это действительно круто Самый большой плюс, действительно, это практика То есть если в школе ты учишь, ну, очень много теоретических знаний Которые, ну, в жизни, в принципе, не пригодятся То здесь ты учишься именно то, что ты будешь на практике То, что будешь на работе делать Да, то, что тебе будет в первую очередь приносить денег Да Станислав, сотрудник HR-отдела Все верно Ты нам про что можешь рассказать Тут целую презентацию Да, давайте расскажу вам сегодня вообще Как студенты в Алабугу-Политях приходят Что для них это такое Смотрите Я думаю, уже в ролике было об этом сказано Повторюсь немного У нас дуальное образование Что оно из себя представляет Ребята на первый курс приходят Они сразу начинают работать Два дня в неделю На объектах особой экономической зоны Можете здесь увидеть их расписание Вот Как это выглядит Первокурсник 16 лет Он приходит в компанию В так называемый модуль штатного расписания Что вот он из себя представляет, этот модуль Есть так называемый опытный наставник Есть 4 стажеров подразделения Ну вот Это их первый год Два дня в неделю они работают Остальное время это образование После первого года они получают у нас сертификаты компетенций От WorldSkills Сертификаты производителя оборудования Кука, Феста и так далее На рынке они будут стоить уже от 20 до 40 тысяч Это зарплата, которую им предложит готов резидент В принципе любой нашей особой экономической зоны К второму году все студенты, будучи стажерами Переходят в этой вертикальной системе На должность младшего специалиста Либо слесаря Зависит от объекта Что они получают в это время Мы их обучаем таким важным вещам В принципе в промышленности Как SCAD, MES, ERP Система Это индустрия 4.0 Полная автоматизация Они получают уже стаж работы Один год Это полное официальное трудоустройство Получают диплом от нас О том, что они ознакомились с индустрией 4.0 Видим, что вилка уже растет Уже 25-40 тысяч На третий год Видим, что количество мест уменьшается То есть у нас происходит так называемый отсев Из четырех остается только двое Эти двое получают уже первый руководящий опыт работы Они становятся бригадирами на объектах У них в подчинении у каждого по 4 человека Получаем стаж работы 2 года по специальности В том числе один год руководящей должности И один год, либо один год работы у резидента Если мы от него отказались Он ушел из программы Рыночная зарплата растет уже 30 будет 24-40 На четвертый год происходит точно такой же отсев Из двоих остается один Он становится молодым руководителем Это либо руководитель проекта Либо замначальника участка Что получает? Во-первых, он получает диплом госстандарта Также у него есть два года руководящей должности Либо два года работы у резидента вилку Видите, зарплата уже может быть от 40 до 90 тысяч Зависит от специальности направления подготовки Какие дальше могут быть карьерные треки у студента? Он поступает либо в колледж Елабужский политехнический Потом к нам заходит в программу Алабуга Политех И может получить, допустим, поступить Получить высшее образование без ЕГЭ Это Елабужский институт КФУ Либо то же самое все Но получаем в ЕКФУ MBA Третий вариант Он может сразу пойти работать Если ему неинтересно высшее образование По поводу воинской обязанности Сейчас Алабуга подписала соглашение С двумя воинскими частями Мы отдаем их в специализированные воинские части Допустим, химики Они у нас идут в часть РХБЗ То есть, чтобы у них сохранялась та специальность Которую они здесь получают Она у них не терялась этот год в армии Ну и самое главное, там они ее применяют Конечно, конечно По практике Все верно Вот есть такие соглашения с двумя воинскими частями На текущий момент Планируем это расширять И вот ближайшая цель, которую они перед собой ставят Это выпускать 10 тысяч студентов Еще раз Каждый год должно будет выходить 10 тысяч профессионалов В рабочих специальностях Но это ли не круто? Я не знаю Удалось ли мне вам передать вот эту атмосферу учебы Но все, кому мы подходили и спрашивали Как вам учиться целый день? Вы вдумайтесь С 9 до 8, как правило, идет рабочий-учебный день И все говорят Да нормально, привыкаешь Тобишь детям не оставляют даже возможности на то, чтобы заниматься какой-то откровенной дурью То есть ты всегда находишься при деле Ты учишься Ты развлекаешься с точки зрения игр компьютерных Которые тебя параллельно с этим еще и обучают Пожалуйста, занятия спортом У тебя есть полноценный фудкорт Можешь пойти покушать Заказать еду У них там есть столовая Где ты можешь сказать себе горячий суп Второе, третье, как угодно Гуляя, я встретил буквально одного человека Из которого я выжил То, что, ну да, иногда хотелось бы иметь возможность прилечь Но в целом, друзья, серьезно говорю Это какая-то параллельная реальность Ну и последний наш объект Это международная школа и международный детский сад Ведь что нужно для того, чтобы удерживать у себя крутых специалистов? Все правильно Детский сад и школа для их детей И вот посмотрите, что они сделали здесь Знакомьтесь, друзья, Эльвира Руководитель образовательного кластера Простыми словами директор школы Если можно так сказать Руководитель международной школы Лабуга Эльвира, смотрите, мне 32 года Я сегодня хожу, гуляю и просто удивляюсь от того Как сильно все меняется с точки зрения развития И как реально можно круто сделать все для детей Для будущего нашей страны в том числе Вот смотрите, мы сегодня увидели, как учат ребят В политехе побывали Вот эта школа, она получается частная И она направлена в первую очередь на сотрудников Которые работают на территории Лабуги В экономической зоне В том числе сюда может, в принципе, любой абсолютно ребенок попасть Но, внимание, школа с платным образованием Все верно Но на основании этого у вас есть различные учителя из разных стран Вот расскажите Вы правильно сделали акцент на том, что достаточно много школ, которые сейчас диктуют какие-то свои разные стратегии Привносят в данном случае Лабуга С учетом того, что это ведущая особая экономическая зона в Российской Федерации В европейских масштабах достаточно крупная особая экономическая зона А мы, как страна, нацеливаемся на импортозамещение в будущем Абсолютно понятно, что импортозамещение и новые технологии, новые производства Невозможно без кадрового ресурса, без людей, которые смогут эти технологии вырабатывать Поэтому в 2018 году школа перешла к стратегии развития инженерной мысли с раннего возраста Да, здесь обучаются как дети сотрудников особой экономической зоны предприятий промышленных Так и, в общем-то, любой человек, который заинтересован в альтернативном воспитании И подходе к обучению детей, поскольку школа аккредитована по международным стандартам Международному бакалавриату по системе Кембридж Соответственно, дает нечто большее детям, чем стандартное понимание федерального гособразовательного стандарта Хотя в гос сам по себе-то он достаточно неплохой При школе также есть детский сад, где обучение начинается уже с трех лет Вот я вспоминаю свое образование В 14 лет у нас появилась информатика, где мне рассказывали, как включить компьютер, выключить, открыть Excel, закрыть Excel В 10 лет на уроках труда меня учили из дерева вырезать зайчика Здесь детей учат с трех лет уже заниматься робототехникой Да, ребята, уже с трех лет им закладывают азы А вот в 7, 8, в 9, в 10 лет, вы посмотрите, какие они конструкции делают У них есть даже отдельный класс, где детей обучают робототехнике Также здесь закладывается программирование, разработки, IT-технологии Вы посмотрите, какая яркая школа Здесь было настолько интересно находиться, что мне даже хотелось самому учиться Есть бассейн полноценный Это сверх крутое какое-то образование И на самом деле, побывав в этой школе, как я уже сказал выше Я действительно всерьез задумался о том, что вот в подобную я хочу отдать своего ребенка Здесь в большей степени, наверное, подходы к обучению Ребенок либеральный Основная идея по концепции – это воспитание личности счастливой, конкурентоспособной Поэтому это обучение через игровую форму в детстве Через познание самого себя, окружающего мира Через подключение познания этого мира Через технологии, робототехнику, инженерию Того, как устроен мир, как вещи работают Что невозможно для того, чтобы не сформировалось, наоборот, понимание устройства мира Соответственно, это ребятам очень помогает включаться в процесс разработки Вот это конструктор Феста Это очень важная вещь, потому что этот конструктор, он профессиональный Он создан для того, чтобы инженеры учились уже конструировать Всякие механизмы на пневматике и на электрике Но мы, начиная со средней школы, внедряем это уже в наш курикул, то есть в нашу образовательную программу И работаем вот с такими проектами Это инженерный проект этого года Конвейер, как мы видим, конвейерная линия с датчиками Но это, короче, как бы дети собирают под вашим руководством Да, у нас есть инженеры с экономической зоной Мы специально нанимаем инженеров с опытом преподавания И они преподают нашим детям уже непосредственно саму инженерию То есть это специальные люди с практикой Вот мы ходили по школе, нам показывали экскурсию У вас начинают учиться дети уже с двухлетнего возраста Да, школа учитывает в себе и международный детский сад В том числе дети с двух лет и также подключаются к робототехне Вот тебе и школа, класс Лаборатория, условно, у вас здесь опыты, да? Какие-то химия, физика или что-то? Да, сложных опытов у нас нет, потому что это средняя и младшая школа Ну вот тут все работает у нас, все нормально, водичка, пожалуйста Короче, ставят парты как по принципу, как в Америке, да? Что за одной парты один человек? Да, обязательно Личный ящичек, правильно? Мисс Дарья Да, это личный ящик, прикольно Учитель, классный руководитель Вот у нас есть Алмаз ученик Дмитрий, Анвар, Елена Да, обязательно парты можно переставлять Это в зависимости от урока Если учитель решит, что будем работать групповыми Групповым методом Ставим как паркут в круг, работаем все вместе Если индивидуально, ставим индивидуально Слушайте, ну а вам вот реально, вот с точки зрения, допустим, вам как учителям Вот что-то вам нужно, какие-то там предметы для обучения детей Вам это без проблем предоставляют, там спонсируют, там выделяют денег или иной раз Что-то приходит ждать, ну реально Ну, мы структурное подразделение экономической зоны Поэтому в этом плане проблем у нас нет Вообще не для правил То есть да, у нас есть закупки И летом мы составляем список закупок Закупаем, если что-то забыли в течение года, то закупаем Как бы с этим пока проблем не было На сегодняшний день компания выбрала такую стратегию с прицелом на Алабуга Политех Мы за качественное образование, за образование прикладного характера Понимая, что в УЗ это тоже хорошо, но здесь очень много теории И неплохо было бы прийти к освоению этой теории и к дальнейшим разработкам Что заложено логикой высшего образования Через познание профессии или компетенции прикладного характера Поэтому ученики международной школы вполне себе могут перейти в карьерно-ориентированные программы В том числе на базе Алабуга Политех И дальше уже переходить с качественным освоением компетенции В случае необходимости в ВУЗы Мощное финансирование, у детей пятиразовое питание Обучают, играют, занимаются спортом С ними проводят постоянно различные викторины Сама по себе школа сделана вот в американском стиле Короче, действительно в ней находиться было ну крайне интересно И это действительно школа, по окончанию которой дети выходят со знаниями У них работает голова Прямо сейчас обращение ко всем тем, кто досмотрев сюжет до конца скажет Постанова, все это неправда, это все реклама, такого не бывает Искренне говорю огромнейшее спасибо всем организаторам поездки Огромнейшее спасибо всем тем, с кем мы общались В частности, мега респект Шагивалиеву Тимуру Наильевичу Это генеральный директор Алабуги, который стоит у ее истоков И он как локомотив привел вот к такому развитию Я получил колоссальный заряд энергии, увидев все то, что создано И как это работает И к какому развитию они движутся в будущем С превеликим удовольствием снимал бы подобные сюжеты на регулярной основе Например, раз в месяц, если бы удавалось посещать подобные места по нашей стране Именно такими проектами нужно гордиться И про это нужно показывать по первому каналу Рассказывать по радио О них нужно без конца печатать в прессе Чтобы показывали, как день за днем, год за годом идет развитие И что это реальность Я вам в самом начале обещал назвать минусы Так вот, один из самых жирных минусов Что их практику по нашей стране другие регионы не перенимают Хотя они к ним сами приходят и говорят Давайте мы сделаем вам то же самое Где-то какие-то недопонимания Неуверенность в том, что у них тоже получится Подчеркиваю, Алабуга это экономическая зона в нашей стране под номером один Подводя итог этого сюжета, я был приятно удивлен, что все это происходит в моей стране Что все это происходит в России И что у людей плакаты Растим промышленность для благополучия людей, создавая лучшую инфраструктуру в мире Я рад, что у них это получается и хочу, чтобы это шло только вперед Ребята, ставьте смело лайк этому видеоролику Делитесь им с друзьями Пусть смотрят и понимают, что это в нашей стране Я надеюсь, что вам этот сюжет был интересен И вы узнали для себя что-то новое У меня на этом сегодня все До новых встреч, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok